Хей, друзья! Привет всем! С вами польский информатор Сергей, ваш личный, персональный. Это мне так называют здесь, Сергей, коллега, Сергей, хоть сюда, или как-то так. Короче, смотрите, все мои подписчики, прям все реально пишут мне, Серега, Серега, расскажи, покажи там, помоги, туда-сюда, снимай больше видео. В общем, специально это видео, специально для этих двух людей я решил сегодня снять. Итак, на самом деле, реально, я посмотрел, что очень-очень много людей интересуются, как поехать, как уехать, как устроиться на работу, много кто мне пишет. И, знаете, ну, типа, мне иногда сложновато отвечать на вопросы. Почему? Потому что, ну, как бы я работаю 12 часов, мне сложновато, и каждому хочется ответить. Я реально всем отвечаю, всем стараюсь, на ютубе, в личных сообщениях, в вайбере, в инстаграме, в общем, всем-всем-всем я отвечаю. Но это видео специально вот для этих людей, которые хотят устроиться на работу. Итак, смотрите, личное мое такое доследжение, вот, которое я увидел, что люди, которые собираются ехать, они делятся на два типа. Первый тип, это вот, которые, знаете, самые, я их чуть-чуть не понимаю, и чуть-чуть понимаю вроде, ну, как-то чуть по-странному. В общем, они хотят уехать на работу, но они не хотят через агенцию, они хотят уехать сами, и, ну, они ничего не знают. Вот они едут первый раз, они не знают языка, они не знают Польши, там, менталитета. В общем, они ничего не знают, но они хотят, чтобы не платить. Потому что я платить не буду. Я не буду платить, потому что эти вот грязные деньги кому-то, грязному человеку отдавать. Нет, нет, я хочу ехать сам. Вот, что я их не понимаю Потому что Ну, типа, ребят Если вы хотите устроиться на нормальную Вот, они хотят устроиться на хорошую работу Но, но вот, вот сам Вот, что я не понимаю Потому что вы хотите хорошую работу, хотите и рыбку съесть И на бугорчик съесть Вот, как-то странно В общем, ребят, этим людям Почему я не могу помочь? Потому что я сам Так не ехал, я не знаю, как это делается Все, поэтому я не могу вам Советовать то, чего я не знаю Я могу посоветовать то, как я ехал Рассказать, как я ехал, что дальше сделаю Ну, в принципе, все, вот так Почему я их не понимаю? Потому что Блин, ребят, ну надо, конечно, отдать какую-то копеечку Чтобы у вас все было хорошо, по-любому В любом случае это придется сделать Следующее Второй тип людей, это вот, которые большинство Которые мне пишут, помоги с работой Это видео специально для вас Почему? Потому что Я ехал через которую агенцию В общем, ссылка будет в описании на эту агенцию Через которую я ехал Я ехал в Польшу Я ехал по биометрии И заплатил за это полторы тысячи гривен Самое прикольное и самое интересное То, что в первый день я их заработал Эти же деньги, я их сразу же отбил Но как? Это было БХП БХП это типа, знаете, техника безопасности Вот эти деньги, которые я потратил На свою вакансию В первый же день я их заработал То есть, ну Вот сам прикол То есть не надо жалеть деньги, ребят Если вы хотите поехать в Польшу Почему не стоит ехать без агенции самому Потому что вы не знаете язык И насколько я понимаю 95% вы не устроитесь на работу Вы можете устроиться без языка спокойно Это, скорее всего, в Макдональдс, в какой-то большой город Но, смотрите Вы, якобы, вы сэкономите Но вы потратите на жилье Пока вы будете жить Ну, искать работу На проезды, на питание На все тому подобное То есть, такой, знаете Маленький, интересный геморройчик На вашу двухбулочную мышцу Вот так вот Поэтому я думаю, что, короче, не стоит это делать А почему проще поехать через агенцию Потому что, ну, это, во-первых, не так уж и дорого Во-первых Во-вторых, это агенция, через которую ехал я Уже поехал мой друг, мой товарищ И прям все хорошо Он тоже устроился Он устроился на другой завод, не на мой То есть, еще одна хорошая вакансия И, ну, реально все хорошо Как ему, что ему сказали То и сделали То, что пообещали, то и сделали В общем, ребят Именно из-за этого я советую эту агенцию Еще раз я говорю Ссылка в описании По промокоду КРАЩАРАБОТА Вот вы типа звоните и говорите Привет, Наташ Хочу КРАЩУ РАБОТУ Вам сразу целых 100 гривен скидка Ну, если честно, 100 гривен Вроде бы маленькая сумма Но то же самое Это та же самая страховка Медицинская страховка Которую сюда надо Поэтому вот вам страховка бесплатная По промокоду Поэтому звоните, пишите В общем Поэтому, ребят Не пытайтесь сесть рыбку Не пытайтесь сесть на бугорок В одно и то же время Потому что, ну Вы просто Я так думаю, что вы заработаете Просто маленький геморройчик На свою попу И ничего лучшего Ну, ничего не выйдет Поэтому вот так вот Что еще могу сказать То, что Сейчас есть опять набор Опять набор Есть завод На который поехал Вот мой друг Там тоже 13,5 злотых Но там еще За выходные доплачивают За понадгодойные доплачивают В общем Я не буду все рассказывать Звоните, ребят Узнавайте Еще раз могу сказать Что Я ручаюсь И советую Именно 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 Эту агенцию Поэтому Ребят До скорого С вами я прощаюсь Но самое главное Что ненадолго Вот А, еще быстренько скажу То, что я говорил За Испанию Скорее всего Это все отменяется Потому что Очень-очень много кидалов Там Не хочу И Скорее всего Второй раз Я тоже буду ехать в Польшу Потому что Это реально Это реально Ну, реально Скажите Блин Забыл это слово Официальная работа Здесь не обманут Здесь не выгонят Здесь не депортируют Поэтому второй раз Наверное Все-таки буду ехать Опять в Польшу Но это еще не точно Потому что У меня 7 пятниц На месяц В общем Вот так вот А их и так 4 Ну, как всегда В общем Всем пока Удачи Люблю Целую Обнимаю Подписку Колокольчик Там все Жмите Лайки Дизлайки Комментарии пишите Еще буду Очень благодарен Если напишите мне Пару тем На которые вы Хотели бы Чтобы я снял Видосик В общем Все До свидания